Хоккейный клуб «Адмирал» на домашнем льду принимал одного из самых неудобных соперников – московская ЦСКА. За всю историю встреч моряки лишь один раз обыграли армейцев. Хозяева, тем не менее, начали игру резво. Не уступали гостям ни в бросках, ни в силовой борьбе. Счет был открыт на 10-й минуте, когда Саболич мощно пробил сходу и вывел приморцев вперед. Армейцы смогли серьезно ответить только во втором периоде. После молниеносной атаки гостей шайба хоть и оказалась в воротах, однако сама вратарская рамка слетела с места. Рефери после просмотра видеоповтора все-таки гол засчитали. Вскоре гости вышли вперед. Петров сходу завершил образцовый розыгрыш большинства – 1-2. Моряки перешли в роль догоняющих, с чем успешно справились. Ближе к концовке после суеты за воротами краснослободцев передал шайбу на пятачок Райту, который уверенно вколотил ее в сетку. Матчи «Адмирала» и ЦСКА никогда не выходили на овертайм. Команды всегда выявляли победителя в основное время. Статистика драматично подтвердилась. Всего лишь за 4 секунды до финального свистка армейцы смогли пропихнуть шайбу в ворота Налимова и завершить эту игру при счете 2-3 в свою пользу. Ну, я считаю, мы сыграли хорошую игру сегодня, да, все так как бы неплохо, кроме результата. Но это, как говорится, жизнь, да, всякое бывает. Обидно проигрывать за 4 секунды, но ребята сегодня сражались, отдали все силы на льду. Единственное, конечно, вот этот гол он немножко так осадок, конечно, оставил без очков. Соперник здорово играет, нам показал, как нужно играть первый вперед. Даже не то, что он показал, а работой, настроем, таким, знаете, рвением. Мы не могли в зачет занестись и первый вперед. Второй, третий неплохо. И рад, что ребята до конца и нас, боженька, вознаградил-то оголомать. Последний матч домашней серии «Адмирал» проведет с безоговорочным лидером этого сезона, питерским СКА. Заместитель исполнительного директора «Луч энергии» подвел итоги выступления команды в первой половине текущего сезона. Андрей Данюков в довольно большом интервью вспомнил, что пришлось пережить футболистам за последние полгода, рассказал о планах на зимний перерыв и попытался объяснить финансовую ситуацию в клубе. Закрыли зарплату, половина сентября у нас закрыта. На этой неделе и на следующей мы ждем еще какие-то приходы. Закроем и сентябрь, и вполне возможно, что октябрь полностью. То есть у нас останется всего лишь один месяц. В зимний период, по словам специалиста, команду ждут традиционные сборы. Они пройдут либо в Турции, либо где-то в районе Сочи, уже в январе. Данюков отметил, что к тому же времени и появится ясность по поводу позиции главного тренера, которую, кстати, вновь имеет шанс занять Сергей Передня. Мы этот вопрос отложили не только по Сергею Санычу как главному тренеру, а любому другому как главному тренеру. Мы его вообще не рассматривали. То есть закончилась эта часть, все пошли на каникулы, а нам предстоит вот эта вот работа дальнейшая. То есть нельзя исключать, что Сергей Саныч вернется обратно. При этом Данюков по какой-то причине ни слова не сказал о своих личных судебных разбирательствах с футбольным клубом. Напомню, что специалист подал сразу несколько исков о взыскании долгов с футбольной организацией в свою пользу. Общая сумма, которую Данюков пытается отсудить, равняется примерно 20 миллионам рублей. Известно, что клуб согласился с предъявленными обвинениями в письменной форме, а доверенное лицо истца согласилось с переносом рассмотрения дел на 16 декабря. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.